Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 2 апреля 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро 2 апреля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в России составляет 2777 человек. Всего выздоровели 190 человек, 27 человек умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 75 регионах. Большинство регионов страны ввели режим самоизоляции для всего населения. На улицу можно выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулить собаку, не далее 100 метров от дома. Президент Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова предложили продлить нерабочую неделю. В мэрии Москвы вместе с тем назвали несоответствующей действительности информацию о продлении режима самоизоляции в Москве до конца апреля. Для отслеживания тех, кто находится на карантине в Москве из-за болезни, власти будут использовать приложение «Социальный мониторинг», рассказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Если у пациента нет личного смартфона, а также если он не хочет устанавливать приложение на свой гаджет, то власти столицы будут выдавать другой аппарат на время карантина. Ситуация в других странах. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебресус заявил, что в ближайшее время число зараженных COVID-19 в мире превысит 1 миллион человек, а количество смертей от осложнений превысит 50 тысяч. США остаются на первом месте по числу зараженных, их количество превысило 203 тысяч человек. По данным Reuters, в стране почти исчерпаны запасы средств индивидуальной защиты. По прогнозам медиков из рабочей группы при Белом доме, число жертв в стране может достичь 240 тысяч человек. Дональд Трамп заявил, что предстоящие две недели будут очень тяжелыми для всех американцев. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц, от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей.